Глубоко уважаемый президент, позвольте, прежде чем рассказать о новых возможностях эндокринной терапии метастатического рака молочной железы, хотелось бы подчеркнуть и расставить акценты, о которых достаточно подробно говорил профессор Конте. В нашем понимании, сейчас мы должны четко понимать, что у больных без висцерального криза, даже при наличии, пусть это будет молодая женщина, при наличии метастазов в печени, приходят на прием пациентку не 2-3 метастазов в печени, но она их выявила случайно, по данным УЗИ брюшной полости. Как нас раньше учили, безусловно, метастазы в печени – это показания для проведения химиотерапии, но ведь пациентка этих метастазов не ощущает. Если мы начнем химиотерапию, она вполне ощутит объем и те побочные эффекты, которые характерны для химиотерапии, а качество жизни именно для молодых женщин, да даже и не молодых – это один из важнейших критериев оценки. Поэтому даже при наличии висцеральных метастазов, при отсутствии висцерального криза, мы начинаем с гормонотерапии. Благодаря РНК-чипированию опухолевых клеток, на наше счастье, большее количество пациентов, это порядка 65-75% случаев, это гормоночувствительные пациенты. Пациенты, которые, как правило, хорошо отвечают на гормонотерапию. Прошло порядка 120 лет, когда было выполнено аваректомия бицином. Мы имеем достаточно большое количество в резерве препаратов, от тамоксифена, классического препарата, до ингибиторов арматаза, агонистов релизинг гормонов, антипрогестинов. И самое главное, мы имеем чистые антиэстрогены, которые лишены эстрогеновой активности. А мы четко знаем, что больные, которые получают тамоксифен, им показано каждые 3 месяца выполнение УЗИ малого таза с целью определения уровня эндометрия. Хотелось бы тоже четко отметить, что показанием для прекращения тамоксифена является лишь только кровотечение, либо при выскабливании диагностическом мы получаем наличие полипа. Все остальное, сама по себе гиперплазия, пусть даже значимо не является фактом для прекращения гормонотерапии тамоксифеном. Наряду с гормонотерапией тамоксифеном второй значимой опцией лечения в больных гормонопозитивным раком молочной железы является ингибитор ароматазы. Нам хорошо известны нестероидные и стероидные. Но тем не менее, для этой группы пациентов, кто будет получать эту терапию, мы должны знать, что эти препараты значимо повышают, разряжают костную плотность. Поэтому даже при отсутствии метастаза в кости эти пациенты направляются к эндокринологу, наблюдаются, и при выполнении денситометрии и снижении Т-показателя им обязательно раз в полгода должно выполняться введение остеомодифицирующих агентов, в частности АКЛАСТА. И бытует мнение, что для больных в постменопаузе нужно обязательно назначать ингибитор ароматазы. На самом деле, когда ознакомившись с той доказательной базой, что мы имеем? Мы имеем метаанализ 35 рандомизированных клинических исследований, исключением более 5000 пациентов. Это исследование было опубликовано в 90-х годах, которое показало, что на тот момент тамоксифен является стандартом гормонотерапии. Затем мы второе исследование, это большой кахрейновский анализ, который показал, что якобы пациенты имеют некое преимущество к тем, кто получает ингибитор ароматазы. Но когда я проанализировала тех пациентов, которые включались в эти клинические исследования, более чем у 30-40% был неизвестен рецепторный статус. Поэтому полученные результаты, они априори должны подвергаться сомнению. Поэтому в принципе нет принципиальных большого различия, стереотип не должен срабатывать у нас, что именно у больных в постменопаузе мы должны назначать ингибиторы ароматазы. Препарат фулвестрант. Это прежде всего чистый антиэстроген. Препарат, чем он особен? Во-первых, очень удобно для меня, в моем понимании, для ведения пациенток. Пациентке не надо каждый день контролировать прием таблетки. Достаточно при первый день вводится 500 мг внутримышечно, на вторую неделю вводная доза еще 500 мг внутримышечно, по 250 мг каждую ягодицу, и затем ежемесячно одно ведение. Четко контролируется ведение антиэстрогеновых препаратов в организм, в отличие от таблетированных форм. Тем более таблетированные формы бывают различными. Мы с этим часто сталкиваемся, в зависимости от производителя. Исследования, которые легли в основу регистрации препарата фулвестрант. Первое исследование показало, что фулвестрант в дозе 250 мг также эффективен, как анастрозол, относящийся к группе ингибиторов ароматазы. Это подтвердилось показателем выживаемости без прогрессирования. Что еще важно? Мы всегда все пытаемся экономить. Но попытка снижения дозы фулвестранта до 125 мг показала, что это резко отразилось на эффективности этого препарата. Об этой идее уже забыли. Исследование неувест, неодевантной терапии. А мы понимаем, что каждый препарат должен за короткие сроки тестироваться в неодевантной терапии, потому что мы можем оценить эффект проводимого лечения. И вот для гормонотерапии критерием является маркер КИ-67, который четко показал, что именно в дозе 500 мг более эффективно снижается маркер пролиферации КИ-67, являющийся по сути единственным маркером эффективности неодевантной химиотерапии. Более того, в введении препарата в дозе 500 мг более эффективно достигается уровень концентрации, необходимой для более действенной эффективности этого препарата. Исследование КАНФИОМ, которое легло уже в основу регистрации препарата фулвестран в дозе 500 мг. Туда включались женщины в постменопаузе с положительным рецепторным статусом после проведенной одевантной терапии, гормонотерапии или же гормонотерапии первой линией тамоксифеном или ингибиторами арматазы. Что было показано? Что введение препарата в большей дозе, как я говорила, по 250 мг, в каждую ягодицу суммарно 500 мг, в первый день, в 14-й день, в 28-й, потом раз в 28 дней, показало более значимые результаты. Причем препарат был эффективен, как при метастазах, в висцеральных метастазах, и даже препарат был эффективен в первой линии. Но что важно, что при назначении препарата фулвестранта в дозе 500 мг было отмечено стяжение риска прогрессирования процесса на 20%, а также увеличение выживаемости без прогрессирования. Но это, конечно, хорошо и важно, что препарат был эффективен, независимо от наличия, отсутствия висцеральных метастазов. Даже возраст не оказал влияние на эффективность этого препарата, а голосование Сангалина показало, что возраст сейчас вообще не является критерием для отказа или назначения того или иного вида лечения. И вот, пожалуй, основной показатель эффективности лечения было показано, что увеличение дозы фулвестранта до 500 мг привело к снижению риска с метрами на 19%, а самое главное – увеличение медианы общей выживаемости на 4 месяца. А медианы – это в среднем показании. Значит, были пациенты, которые жили значимо дольше. Также важно, что увеличение дозы фулвестранта практически не повлияло на частоту нежелательных явлений. Пожалуй, несколько чаще только наблюдались приливы и не привело к нарастанию ишемических сердечно-сосудистых событий. Что еще хотелось бы отметить, что в исследовании ФИОСТ, когда сравнили уже фулвестрант в дозе 500 мг с ингибиторами ароматазы, было показано, что именно в этой дозе препарат более эффективен, чем ингибитор ароматазы, это привело к увеличению медианы выживаемости на 10 месяцев. При этом именно в этой дозировке у больных в пользу фулвестранта свидетельствовало то, что препарат эффективен, опять-таки, независимо от возраста у старшей возрастной группы. Был препарат эффективен вне зависимости от наличия или отсутствия коэкспресса рецепторов эстрогенов и прогестерона. Также препарат несколько более был чувствителен без отсутствия висцеральных метастазов, хотя он работал при их наличии. И, пожалуй, почему именно важно назначать более эффективное лечение в первой и последующих линиях. Потому что та парадигма, которая была озвучена в 2014 году, гласит, что именно мы не дождемся более эффективных лечений во второй и третьей последующих линиях, если изначально мы используем менее эффективное лечение. Потому что именно более эффективная первая линия задает вектор ответа на всю последующую терапию. И, опять-таки, очень важно, общая выживаемость увеличилась именно в группе больных, получающих фулвестрант в дозе 500 мг на практически 6 месяцев. И важно, что именно если в критериях по общей выживаемости опять-таки преимущества имели все пациенты, независимо от отягощенного статуса по висцеральным метастазам и так далее, и так далее. То, что я говорила. Опять важно, что в отличие в доле больных с определенными нежелательными явлениями в группе фулвестранта и анастрозола зарегистрировано не было. И вот то, что мы сейчас имеем, ту доказательную базу по именно общей выживаемости, поскольку общая выживаемость наряду с качеством жизни являются основными критерием показательности эффективности лечения. Таким образом, в исследовании КАНФИОМ было показано, что увеличение дозы препарата до 500 мг оправдано, эффективно, должно использоваться именно в этой дозе, потому что отражается на увеличении показателей общей выживаемости. То есть пациенты у нас будут жить дольше, и мы зададим им нужные векторы лечения. И второе лечение исследования ФИОСТ в сравнении с анастрозолом терапия первой линии. То есть пациенты, которые когда-то получали адювантную терапию, было показано, что в первой линии именно эффективно продолжать антиэстрогены. То есть получали больные тамоксифен. После проведения адювантной терапии прошло 2-3 года, мы начинаем именно в данном случае с фолвестранта, потому что мы понимаем, что мы получим в первой линии наиболее лучшие результаты, чем ингибитор ароматаз. Будущее. Конечно, мы всегда должны понимать, что мы живем в эротарбитной терапии. Мы хотели бы максимально улучшить эффективность проводимого лечения, поэтому всегда ищется мишень дополнительная, которая в ряде случаев является причиной развития резистентности. Большое количество путей, которые так или иначе могут отвечать за причины резистентности, их сравнивают с метро, с галактикой, никто это не видел, как это выглядит, но примерно все это рисуют, достаточно красиво. Отводят причины развития резистентности за пути 5-3-кей, достаточно большое количество изучается для этих больных, даже метформин. И то препарат для лечения инсулиной, то было показано, что препарат в лучшую сторону отражается на эффективности терапии. Более того, есть и препараты, воздействующие на АКТ-ингибиторы, на МТОР-ингибиторы. И сейчас достаточно, у нас все уже четко сработало в том отношении, что добавление к ингибиторам ароматаза и веролимуса, да, это очень узкая категория больных, именно те пациенты, у кого это лечение эффективно, мы еще не до конца понимаем, но тем не менее, были получены результаты потрясающие на то, что добавление экзамистана к веролимусу отразилось на увеличении выживаемости без прогрессирования. Казалось бы, фурор, все замечательно, но мы дожидаемся показателей общей выживаемости, и, к сожалению, хотя есть некоторые увеличения медианы выживаемости, но мы не получили расхождение этих кривых, кривые пересекаются статистически недостоверно. Конечно, есть какая-то определенная категория больных, у которых это лечение эффективно, но мы не имеем предикторов, которые мы могли бы использовать. Более того, ингибиторы МТОР изначально использовались при трансплантации почки, это мощные иммунодепрессанты. Поэтому мы должны понимать, когда мы назначаем ингибиторы МТОР, комбинация ингибитора арматазы, у пациентов не должно быть вирусной инфекции, гепатиты, туберкулеза, ни в коем случае не должно быть грибковой инфекции, потому что особенно с антигрибковыми препаратами потенциируется эффект ингибиторов МТОР. Очень интересная категория больных, точнее, интересный препарат. Это препараты-ингибиторы циклинозависимых киназ 4 и 6. В данном случае добавление палбоциклиба к литрозолу увеличило вживаемость без прогрессирования на 10%. Но когда заменили палбоциклиб на фулвестрант и добавили его к ингибиторам арматазы, получились точно такие же результаты, не менее эффективные, те же самые 10 месяцев. Еще один препарат, относящийся к ингибиторам ПИА-3К, фосфодитолзанитол-3 киназы, добавление пектилисипи, так и не научилась выговаривать, к фулвестранту в дозе 500 мг удвоило медиану выживаемости без прогрессирования. Но опять-таки, аналогичные результаты мы получаем, если добавляем фулвестрант в дозе 500 мг до палбоциклиба. Чему я подвожу? Что в принципе фулвестрант является достаточно удобным комбинаторным партнером для таргетной терапии, для новых мишеней, которые активно изучаются сейчас. Поэтому перспективы лекарственного лечения, безусловно, направлены на комбинацию, на поиск определенной мишени, которая будет дезактивироваться. Тем самым ниже сигнальные пути, лежащие, ответственные за резистентность будут также выключены. И тогда будет полная возможность реализоваться, и будет реализовываться эффект гормонотерапии. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Вопросы? Вопросы? Да, пожалуйста. В зависимости от веса пациентки. Бывает, что дама подошла 40-килограммовая, бывает 120-килограммовая. Были какие-то работы по коррекции дозы? Вопрос очень хороший и правильный, потому что, как правило, женщины страдают в ряде случаев повышенным индексом питания. Но таких исследований, в которых было указано, что увеличение дозы препарата при повышенном питании отражается на эффективности препарата, таких исследований не было. Поэтому доза не меняется, не пересчитывается. Это, в принципе, характерно для гормонотерапии. Поэтому тут те принципы, которые используются для таргетной терапии или химиотерапии, здесь вообще не работают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...